Место для души. Именно так называют Клуб любителей литературы при Ненецкой центральной библиотеке. Для участников кружка по интересам книги – это не просто бумага с текстом, а целый мир. О тех, кто выбрал своим хобби литературу, расскажем далее. Удивительно, но даже век высоких технологий здесь всегда многолюдно. В Клуб любителей литературы при Ненецкой библиотеке неравнодушные к чтению на Ридмарце приходят ежемесячно по субботам, обсуждают книги и вступают в дискуссии по прочитанному. Клуб любителей литературы изначально назывался Клуб любителей толстых журналов. Потому что когда он создавался, это было в 1986 году, по всей стране, ну вот было такое веяние, что при многих библиотеках создавались клубы. И, как правило, это были клубы литературные, не клубы по интересам, а именно клубы, связанные с чтением литературы. Если окунуться в историю и разобраться, почему он изначально назывался Клуб любителей толстых журналов, то все просто. В те времена новые произведения выпускались в журналах, но сейчас технологии и издательское дело вышли на другой уровень. Литературные новинки легко можно найти как в электронном виде, так и в бумажном. Книги – моя страсть. Сейчас я больше не читаю, но слушаю аудиокниги и получаю удовольствие двойное. От чтецов, которые исполняют художественные тексты. Есть любимые. Бумажные книги как-то давно не читала, перешла на электронные, это очень удобно. Но и уже от электронных книг отхожу, предпочитая аудиокниги. Ирина Коткина в клубе около 30 лет. Больше всего ей нравится атмосфера, в которой можно процитировать строчку из любимой книги. И тебя обязательно поймут. В клубе насчитывается около 15 человек. Приходят новые люди, кто-то остается, кто-то уходит. Но любовь к книгам – это то, что заставляет людей возвращаться в этот клуб для души. Я преподаватель социально-гуманитарного колледжа. И эту мысль постоянно внедряю в своих студентов. Пытаюсь доказать им, что жизнь без книг, она неинтересна, она скучна, она однообразна. А в книгах душа поэта, душа писателя. Она воспитывает нашу душу, совершенствует наш внутренний мир. И поэтому я за то, чтобы все любили книгу и посещали клуб любителей литературы. Помимо атмосферы друзей и интересных литературных дискуссий, клуб дает читателям нечто большее – желание стать частью литературного сообщества. Так как в клубе есть авторы, которые известны в регионе. Например, Татьяна Окладникова. И вот на писательском поприще решила попробовать себя Раиса Рочева. Как-то вот впечатлилось однажды, так как я работаю в центре социальном. И к нам приходит поколение таких людей, сейчас говорят, высокого возраста. И они восхищают порой. И вот под впечатлением встречи с ними. Вот стали возникают рассказы. Вот так и стало писать. В клуб приходят и те, кто в нашем городе проездом, и писатели из других уголков России. Попасть в клуб очень просто. Достаточно лишь вашего желания. Сотрудники библиотеки подскажут ближайшую встречу. А члены клуба обязательно встретят вас с теплой атмосферой. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.